Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, вы на канале Итон ТВ. Чтобы не пропустить важные и интересные выпуски, можете заранее подписаться на наши каналы в Ютубе и Телеграме. Помимо этого, конечно, мы будем рады, если вы будете комментировать наши выпуски, ставить лайки. Ну, а если наша работа вам понравится, для этого, чтобы ее отметить, есть кнопки «Спасибо» и «Спонсорство». Сегодня у нас программа «Тема дня». Веду ее я, Михаил Горин. Мой собеседник – украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Приветствую, Ватас Киева, Михаил. Да. Давайте начнем вот с наиболее обсуждаемых тем. Вот Владимир Зеленский, он дал интервью в большое таблоиду «The Sun», в котором много сказал любопытного. Но, в частности, он заявил, что Россия хочет свергнуть его с поста президента до конца 23-го года. И вот его цитата. Они, имеется в виду россияне, назвали операцию «Майдан-3». Вот выражение «Майдан-3» в последнее время часто употребляется в украинских СМИ и выступлениях политиков о том, что это некая спецоперация России, что-то вот по внутреннему какому-то перевороту в Украине. Можете объяснить для тех, кто не посвящен, о чем идет речь? Ну, вообще-то Россия – специалист по танкам, а не по «Майданам». По «Майданам» – это там другие геополитические игроки, большие специалисты. Так, или по, скажем, симулированию, или поддержке массовых протестов. Это не почерк России, потому что Россия более авторитарная. Она сама боится, скажем так, общества и протестов. Поэтому вот и вынуждены были танками действовать в 22-м году. Поэтому я тут, скажем так, не очень-то соглашаюсь вот с такими выражениями. Возможно, президент Зеленский что-то имел в виду другое, но я этого не вижу. А во-вторых, зачем сейчас Путину или Россию нужно свергать действующего президента? Потому что Путину сейчас переговоры не нужны. А на Западе, на Западе, смотри, каждую неделю, и все больше и больше появляется статей аналитических, политических о том, что войну надо заморозить, корейская ничья, западно-германский вариант и так далее. И начинать принуждать Путина к переговорам. Кстати говоря, тот же Зеленский в этом таблоиду сам говорит о том, что он надеется, что через некоторое время США и Китай заставят Путина пойти на уступки. Так, значит, сейчас пойти на уступки. Значит, ну поскольку Путин на эти уступки идти пока не собирается, потому что, ну давайте говорить откровенно, честно, инициатива сейчас на линии фронта, особенно на отдельных участках у российских вооруженных сил, они считают, что они могут идти дальше, и им невыгодна заморозка на тех условиях, о которых говорят сегодня со стороны Запада. Так, страны Запада. Поэтому и Зеленскому невыгодно по внутриполитическим соображениям, потому что как только война остановится, надо проводить выборы. И, во-вторых, очень много будет внутренних событий. Это значит, будет отменено военное положение, вернется активная политическая жизнь, вернется очень жесткая критика со стороны оппозиции, которые, ну никогда, скажем так, мягко говоря, не любили Зеленского. А сейчас из-за того, что проиграна, ну или, скажем так, неуспешная была кампания 23-го года, попытаются выставить счет Зеленскому, политический, конечно, счет. Даже невзирая на то, что Украина выиграла кампанию 22-го года. Если говорить вот, или использовать разграничение военных кампаний, или войн, Ричардом Хассом и Чарльзом Капченом, вот статья их вышла, так известные авторитетные международные эксперты, руководители Международного совета по международным отношениям в Вашингтоне, возникшем еще в 1921 году, которые говорят о том, что война по необходимости вот в Украине была в 1922 году, в 1923 году, а сейчас наступает уже период войны или этап войны по выбору. Если говорить об освобождении территории и Крыма, это война по выбору. То есть тут можно военным путем действовать, а можно и дипломатическим путем. Это уже пусть выбирает украинское руководство. Так вот, война по необходимости, это когда надо просто воевать. Так и было в 1922 году. И 1922 год военной кампании Украиной была выиграна. Но в 1923, да, неудачная. Но это уже внутриполитическая ситуация, внутриполитическая борьба. Одно будет выпячиваться, а другое будет затемняться. Ну, понятно, Зеленскому это невыгодно с внутриполитических соображений. А во-вторых, он боится, что если будет заморозка конфликта, то Запад просто этот конфликт так и оставит в полузамороженном, полупотушенном состоянии. Помощи будет намного меньше. И тогда Украина останется сам на сам. Но мораль вот этого моего, скажем так, спича в чем состоит? Что Путину невыгодно сегодня заморозка. По одним соображениям, понятно. Противоположным соображениям. А Зеленскому тоже невыгодно заморозка. По другим соображениям. И если сейчас Зеленского, ну, скажем так, отправить в отставку или снять, или еще что-то, прям так провоцировать какие-то внутренние беспорядки, вместо него придет тот же Залужный. Ну, например, Залужный. И Залужный уже дал свое понимание ситуации. Он говорит, что война, сосыпати, надо делать передышку, надо, скажем, замораживать конфликт, ну, и так далее, и так далее. Так вот, у меня вопрос. Выгодно? Кому выгодно? Мне кажется, что я сказал то, что должен был сказать. А вот скажите, пожалуйста, в развитии того, что вы говорили. Вот были недавно опубликованы результаты сентябрьского вопроса населения. которое провел Международный республиканский институт IRI. И вот, согласно результатам этого опроса, деятельность Зеленского одобряют 82% граждан. Да, это меньше, чем было в феврале 2023 года, но незначительно, тогда было 91%. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько точно, ну, может быть, не до процента, вообще, в принципе, насколько эти цифры отражают реальную ситуацию, и означает ли это, что большинство украинцев поддерживают позицию, не просто Зеленского, а поддерживают его позицию, без переговоров, продолжение войны и так далее. Я не видел, к сожалению, этот опрос, я не знаю, телефонный опрос или другой, вот, это раз, первый. Поэтому комментировать сегодня работу, ну, сейчас, по крайней мере, работу социологов не могу. Я могу сосаться на другой опрос, который был недавно, мы, по-моему, с вами его комментировали. На президентских выборах Зеленского поддерживают, как кандидата президента, от 30 до 40%, заложенного от 20 до 30%. Это значит, что второй тур будет. А во втором туре, возможно, все. Во втором туре выиграет тот, у кого больше коллекционная емкость, то есть, больше сторонников, из тех, кто, те кандидаты, не выиграл первый тур. И тут все может быть. Заложенный может, кстати говоря, здесь вполне посоперничать вместо победителя. А вот, что касается партийных списков, то «Слуга народа» далеко отстоит от гипотетической партии заложенного, если говорить по выборам парламента и по партийным показателям. Так что вот такой, и, кстати говоря, это более релевантный опрос, чем вот этот, связанный с доверием. Тем более, что надо отличать электоральный рейтинг от рейтингом доверия. Это первое. Второе. Что касается, ну, скажем так, референтных групп, с которыми приходится общаться, я не вижу, что все очень довольны. Война затягивается. Усталость есть. Помощи меньше. Гибели в родных, близких больше. Да, сейчас нет обстрелов, там, бомбежи, как это было год назад, там, Киева по критической инфраструктуре и других. Но, тем не менее, все понимают, что ситуация заходит в тупик, что она в тупике. И уже об этом говорят и военные политики. Стало быть, эти цифры, возможно, они релевантные, так, но все, я еще раз говорю, что это может быть телефонный разговор, а во-вторых, еще, знаете, во время войны и военного положения не все-то и хотят быть откровенными в своих высказываниях относительно действий тех или иных политиков. Я такое тоже не исключаю. Тогда продолжая тему заложного и гипотетического политического противостояния Зеленского и заложного. Вот в том же интервью, с которого мы начали, в Зесанку, Зеленский говорит, что он считает, что генералы, которые пошли в политику, совершили ошибку и больше не могут заниматься войной. Ну и дальше он объясняет, почему он так считает. И помимо этого он еще говорит, отвечает на вопрос о как бы иерархности политиков и военных. И он говорит о том, что это установлено один раз и два, три, четыре никаких объяснений по этому поводу нет. То есть политики первичны, потому что они принимают решения, а военные должны их выполнять. Скажите, пожалуйста, все эти высказывания, это в адрес заложного? Это вот как раз то, о чем вы говорили? Ну, главный адресат заложный, главнокомандующий вооруженных сил Украины, это первое. Второе, противостояния нет, я бы все-таки не рассматривал это как противостояние, а как расхождение относительно того, как дальше вести войну, трансформировать ее в длительную холодную войну, на сдерживание. Но холодная война, это же мир. Холодную войну ведут мирные государства, внутри у них мир, а не военное положение. Хотя холодная война, но это особая форма мира. Но холодная война, но особая форма мира. Это не военные действия, не боевые действия. Не вовне, а стало быть и нет военного положения и внутри. Такова позиция, по крайней мере, на данном этапе, как я понимаю, заложного. Зеленского несколько другая. Продолжать боевые действия. Понятно почему, потому что остановка войны, это значит переход к мирной жизни, к выборам, политической конкуренции и так далее, и так далее. Не будем повторяться. Это два. Третий момент. В чем-то президент прав, но в чем-то и не прав. Во время войны решение о проведении военных действий, принимается с учетом и политических, и военных, военно-технических факторов. Политики не ведут войну. Политики принимают решения. Но боевые операции планируют, осуществляют наступление, контрнаступление военное. В мирное время, тут все понятно, политик решения, гражданский контроль над вооруженными силами, армиями, парламентские контроли, гражданские контроли и тому подобное и так далее. Во время войны, как можно принимать решение о наступлении без учета разработок генерального штаба, главкома сухопутных войск, главкома всех вооруженных сил. Поэтому иерархия иерархия, понятно, есть верховный главнокомандующий, понятно, но он должен всегда слышать военных. Войну ведут, войну, непосредственную войну ведет главком вооруженных сил, генералы, люди военные, люди в форме. Политики здесь обеспечивают дипломатическое, политическое прикрытие и так далее. Ну, сейчас, что там, вот Израиль ведет войну против Хамаса. Так всех дарегазов. Понятно, что есть Нетаньяху, есть политический кабинет, есть министр обороны. Голланд, да, если я не ошибаюсь. Но есть еще министр обороны, есть еще начальник генерального штаба, и они все вместе, фактически коллективно принимают решения. Нет такого, что Нетаньяху дает командовать вот там напрямую армию, идти в наступление или в отступление или там паузу брать. Все это принимают, все это на плечи ложится военность. Теперь я попрошу вас прокомментировать многие визиты, которые известные политики зарубежные осуществили сейчас в Украину. Вот буквально, ну, очень много. Вот 21 ноября приехал министр обороны Германии Борис Писториус, причем его визит не был анонсирован заранее. Перед этим за день до этого посетили Киев глава Пентагона и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. А вот сегодня, когда мы с вами говорим, в Украину прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель. Скажите, пожалуйста, это что называются визиты вежливости или же это рабочие визиты, которые наполнены конкретным содержанием? Я почему спрашиваю, потому что последнее время, все время дискутируется вопрос, что вот Европа устала, Запад устал, что нет средств, это технические вопросы или политические. Как-то вот эта вот небольшая пауза возникла. Может быть, она была невидимая лишь пауза, но все равно как бы она возникла. И вот такой массированный прилет гостей. Ну, паузу надо, оперативная политическая пауза, ее надо заканчивать и надо принимать решение. Замораживать войну. Корейская ничья, еще какая-нибудь ничья. Как начинать этот процесс подхода к штанге перемирия, так, или там к снаряду перемирия. Ну, в спортивном смысле этого слова. Плюс эти визиты, особенно вот сегодняшний Писториус и Шарля Мишеля, они носят и достаточно такой символический характер сегодня, 10 лет, в начало Евромайдана. Не просто Майдан, он в Украине называется Евромайданом. Когда, как считается, я сейчас не буду там входить в эту полемику, хорошо это или плохо там, и как это было, но как считается, Украина выбрала европейский путь развития, евроинтеграции, вступление в Европейский Союз, это пусть сложный, мы видим, кровавый даже, через войну идет, тому подобное. Поэтому важно, чтобы здесь ключевая страна Европейского Союза, локомотив Европейского Союза Германия и председатель Европейского Совета Шарль Мишель прибыли в Киев, как раз соединил и некоторые рабочие моменты, я о них чуть позже остановлюсь, и с достаточно такими символической поддержкой европейского курса Украины, европейского видения Украины, европейского будущего Украины, ну, там уже как бы детали рабочие будут, в какой форме, когда переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся, так, собирались вроде бы где-то через месяц, в середине декабря, чуть даже меньше осталось, о начале даты таких переговоров. Но есть, конечно, и военно-политические вопросы. Остин вчера был глава Пентагона. Для чего был? Ну, во-первых, показать, что Украина остается в качестве, скажем так, ключевого союзника по военной и финансовой помощи, которая сейчас по внутриамериканским соображениям и причинам несколько ограничена и временно наложен мораторий. Ну, вы знаете, что по Израилю то же самое, так, пока отложили военную помощь. Тут пока все остается, ну, скажем так, с одной стороны плохо, что этой помощи нет, но с другой стороны пока действует, скажем так, связка Израиль и Украина. Но важно было прислать Остина для того, чтобы показать, что несмотря на вот эти процедурные препятствия, все равно Украина остается в качестве главного или основного военного союзника США вот на этом театре военных. Если хотя, понятно, что Остин привез и коррекцию этой военной помощи, направлен на то, что, первое, ее будет меньше, а во-вторых, все большую-большую ношу или часть этой военной финансовой помощи будет на себя брать Европейский союз, та же Германия. Поэтому, да, ну это, конечно, не дотягивает до американских показателей, но тем не менее, но тем не менее, тем не менее, вот это тоже показательный момент. Остин вчера сказал очень важную фразу, что чудо-оружие, волшебного оружия, которое может все переменить на поле боя, нет. Дал понять, что таких орудий пока не будет, предоставлять каких-то новейших видов вооружений Пентагона Украине. Дальше, понятно, наверное, и в Украине к этому вполне, скажем так, понятно относятся, с пониманием относятся, что ключевые моменты сейчас помощи американской будут на Ближний Восток, помощи Израилю. Это два. Третий момент, а вот как раз Писториус приехал, это взять вот эту эстафетную палочку военной помощи у США, передать ее Европейскому Союзу и Германии. Почему? Потому что в Германии находятся ключевые военно-промышленные возможности для предоставления военной помощи Украине. Ведь в Германии есть опыт сухопутных войн. Германия – это континентальная страна, как и Украина. Да, имеет выход к морю, но это континентальная страна. И война-то ведется в Украине, в отличие от израильско-камазской войны. Это же война континентальная, большая, сухопутная, линии фронта 1300 километров. Немцы помнят это что. Ну и ключевой, скажем так, военно-промышленный гигант в Германии – Раймметаль. Уже есть совместные программы производства видов вооружения, главное, снарядов с украинскими предприятиями. То есть, мне кажется, это очень показательно, что министр обороны, ФРГ – наиболее популярный политик сегодня в Германии. Возможно, будущий канцлер Федеративной Республики Германии приезжает на следующий день после Остина, Лойда Остина, главы Пентагона, как раз соединив себе вот эти функции военно-технические, рабочие, прикладные, для того, чтобы договориться о том, как будет поступать военная помощь из Германии, Украине, в каком виде, с какими целями. Финансовая помощь – это уже по линии Европейского Союза, Евросовета, Шарр Мишель, но они объединили это все, конечно, в день начала Евромайдана. И, кстати говоря, обратите внимание, на прошлой неделе, по-моему, в четверг, в Украине был Дэвид Кэмерон, министр основных дел Британии, который вновь вернулся в большую игру, как очень опытный политик. И, внимание обратите, с кем он встречался? Он встречался, помимо президента Зеленского, он встречался еще с командующим военно-морскими силами Украины. Можно говорить о том, что военно-морские силы и возможности Украины сейчас, конечно, серьезно ограничены, но сам показательный этот факт, что Кэмерон повстречался именно с ним. Но, видимо, Британия, как морская держава, вот она будет опекуном в этом смысле, военно-морских возможностей Украины на следующий этап вот этой войны. В каком она виде будет? В холодном виде, в холодная война, еще раз говорю, горячая война. Скорее всего, холодная война, судя по американским аналитическим материалам, статьям и экспертным мнениям. Это трансформация войны из горячей, боевой, холодной на линии фронта в формат такого длительного сдерживания политоэкономического, дипломатического и военного сдерживания Российской Федерации. Но еще раз повторю, холодная война – это все-таки мир, а не реальные боевые действия с соответствующими жертвами, разрушениями и лишениями. Вадим, спасибо за ваше участие и комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. До свидания. Спасибо, Михаил.